на своем канале и сегодня мы с вами будем вышивать цветы которые мы вышивали на прямой трансляции видео будет это укороченная цветы немножко будут по другому как также сделаны просто они будут немножко другие то есть два одинаковых видео я считаю что снимать нет смысла поэтому и сделать эти цветы чтобы они отличались мы будем с вами делать из атласной ленты 2,5 сантиметра шириной мы берем с вами нитку цвет нашей ленты берем ленту 2,5 сантиметра шириной край вот этот вот мы обрабатываем зажигалкой чтобы у нас с вами не рассыпался и иголочкой здесь мы сделаем закреп чтобы сделать закреп нужно два-три раза вот так вот прошить и будем с вами двигаться вверх до края теперь мы с вами пойдем в левую сторону отмерять мы будем по 5 сантиметров здесь я возьму немножко поуже потому что лента не капроново она атласная чтобы она получше ложилась возьму 5 сантиметров то есть органзу мы брали по 6 с вами сантиметров а эту я возьму по 5 ориентируйтесь всегда по ленте если возьмете ленту более широкую значит берите отрезок более широкий то есть он также нас будет состоять из двух ярусов 5 7 лепестковых и будем собирать т2 мы уже с вами сделали опять 5 сантиметров опять от себя загнули загибаем от себя еще пять раз два три то нас будет с вами 4 и 5 лепесток мы с вами замеряем 5 сантиметров отрезаем и край ленты мы с вами обрабатываю и теперь до конца мы с вами собираем и сюда и теперь нам надо с вами ленту стянуть всегда проверяйте нитку на прочность у нас получилось с вами один два три четыре пять лепестков ведь раз два три 4 5 теперь мы стягиваем поправляем ленточку чтобы она нас не перекрутилась если перекрутилась то верните ее на место вот так и здесь нам надо с вами будет закрепить у основание у начала первого лепестка и стягиваем и нам надо хорошо с вами прошить чтобы закрепить нашу нашу сборку то есть в этом месте где они с нас соединили с вами последний первый лепесток мы хорошо прошиваем и хорошо нитку закрепляем переходим своим ко второму цветку собирать мы будем вот точно так же только количество лепестков у нас будет 67 штук смотрите по своему цветку 67 вот нас получился 5 лепестковый сейчас я сделаю 7 аналогичным образом собраны второй ряд 1 2 3 4 5 6 7 лепестковый мы также с вами стягиваем с начальным лепестком мы его соединяем и теперь нам нужно будет соединить его с верхним нашим ярусом здесь оставляем немножко такой как бы не до конца его стягиваем чтобы немножко у нас место осталось такой немножечко чтобы нам было куда утопить наш первый ряд такой не совсем плотную собирать а где-то вот вот такой дырочка оставляйте и теперь к нему мы с вами пришьем наш верхний ярус сейчас мы их соединим вместе потом выбираете место где у вас должно располагаться это на работе будь то это украшение какой-то на одежде или вообще вы делаете брошку тогда вы просто пришиваете на кусок фетра делаете брошку либо это украшение какой-то скатерти в соответственно в то в то место где у вас запланирована вообще данная и пришиваем с вами видео которое было прямо трансляции мы украшали с вами одной бусинкой здесь я взяла 3 бусинки поменьше можно взять их вообще еще больше штук 5-6 сделать такую более насыщенную серединку такие маленькие бусинки они у меня диаметром где-то вот сколько 0 2 на 0 3 или метра я думаю 0 3 и пришиваем к нашей работе эти получается цветы совершенно по-другому смотрятся вроде делаем с вами то же самое ничего другого мы с вами не делаем те же два яруса те же 5 и 7 лепестков просто поменялись поменяли с вами ленту атласную на капроново получили совершенно другие цветы они смотрятся вообще по-другому те у нас такие воздушные эти такие получились более насыщенные более таки пышные давайте сделаем серединку побольше вот можно так вот видите пришало так вот так вот так и здесь я хорошо закреплю нашу нитку от этого зависит как хорошо наш цветок будет сидеть на нашей работе я отрезаю здесь тоже не закончилась меня сейчас я сделаю еще один цветочек 3 и к вам вернусь переходим с вами к листьям нашим листья будем делать из узкой ленты 1 и 2 сантиметра шириной можно взять два с половиной сантиметра ширина на я взяла такую узкую чтобы из нее сделать и листья и стебли для наших цветов вставляем в иголку с обратной стороны я сделаю узелок и край узелка я обработаю зажигалкой как будете делать стебли это много разных способов можете стебельчатым швом можете вот как я сейчас я хочу закрутить просто ленту и просто ее уложить и воткнуть в то место где мне надо то есть вот так вот так сейчас мы для этого для верхнего сделаем ленту дополнительно можно будет закрепить ниткой либо в цвет ленты либо взять прозрачную нитку мононит называется то есть можно будет закрепить она у вас не болтыхалась так так здесь то есть просто хотела сделать маленький листик ладно сделаем отсюда сейчас сделаем протяжку мы это уберем с вами чтобы она нас такая большая не было там я обычно прокалываю внизу ленту чтобы умеет окажется что виток закрепиться лучше это место прокалывал ленту отрезаем эту протяжку чтобы убрать я ее отрежу и сразу закреплю чтобы она у меня не распустилась не раскрутилась и припаяю к работе либо если у вас ткань не позволяет припаять к работе мы с вами ее пришиваем чтобы она у нас никуда не делась то есть нам нужна максимально аккуратная изнанка и теперь мы сделаем листья листья мы на видео делали ленточным стежком и такие которые делаются с путем сложения вариантов много смотря какие как вы себя в голове это все видите поэтому я сделаю простым ленточным стежком а вы уже там решите как вы хотите то есть я буду делать так а может не ленточным может быть даже прямым я на прямым стежком сделаю не буду ленточным делать укладываем ленту той стороны какая вы хотите чтобы у вас была лицевая у меня это блестящее поэтому я укладываю блестящую сторону вверх у вас это может быть матовая сторона то есть смотрите по своим предпочтениям кто-то не любит блестящие стороны кто-то любит исключительно матовые поэтому укладывайте ленту ту страна который вам нравится я хочу чтобы не это было блестящее я чаще всего делаю цветы атласной стороной вверх блестящие это глянцевые это все по желанию и сейчас пойдем с другой стороны теперь в эту сторону цветочек поднимем здесь чтобы нам под цветок убрать ведь имея один способ изготовления цветов мы с вами опять сделали совершенно два разных цветка то есть чем хороша вышивка лентами да в принципе вообще вышивка лентами вообще хороша тем что она достаточно просто если не углубляться конечно в сложные цветы какие-нибудь там а в такие вот простые топ по большому счету это выставка вышивка достаточно доступна и развивает воображение вообще творческие способности нужно свои развивать и моторику рук тоже это очень полезно для здоровья вот так один листик сейчас я таким вот образом сделаю несколько листьев нашим нашему букету с обратной стороны конечно же мы ленту эту закрепим вот так и я вернусь когда закончу все листья вот я сделала дополнительные листочки сзади ленту всегда обрабатываем вообще будьте внимательны если вы впервые вышиваете то прижигана обрабатывать край ленты это очень важно чтобы ленточка наша не осыпалась и как я говорила ленту нам надо с вами будут прям вот маленьким маленькими шажками нам надо будет с вами ее закрепить то есть поскольку стежок стебелек у нас такой идет поверх у нас положен чтобы нас он не гулял с том и конечно с вами его фиксирую чтобы нас с вами все было красиво маленькие маленькими шажочками все три стебелька мы с вами зафиксируем вот так вот это тоже конечно же зафиксируем но если они у вас держатся за счет листьев но все равно лучше конечно зафиксировать буквально маленькими-маленькими шагу так вот надежнее то есть чтобы она с вами все было красиво либо ниткой в цвет ленты либо прозрачные специальные с нет кому она не называется такая тоненькая как леска прозрачная и и незаметно и вот так вот закрепляем нитку и получили очень красивые цветы и очень быстро очень просто вот видите это у нас то что мы сделали с вами сейчас из атласной ленты и вот такие цветы у нас с вами были на прямой трансляции и если вы впервые новом канале подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы и буду рада вас видеть следующих своих видео всем удачи всем пока